Берестовый дёготь Крови тоже будет от паразитов, кишечника опять-таки от паразитов, паранхиальной астмы, сахарного диабета. И в целом используют для очищения организма от шлаков и токсинов. Ещё разок укажу. Почему он шлаки и токсины будет очищать? Да потому что эта пережжённая субстанция имеет энергетику огня. И она же при попадании внутрь нашего организма начинает подобным способом действовать. И переживает всё, что вредно для организма. Естественно, если его слишком много принимать, то она будет и организм переживать. Поэтому здесь нужна дозировка. Разумно. Береста это наружная часть берёзовой коры, состоящая из легко отделяемых друг от друга тонких, полупрозрачных, гладких, белых, желтоватых или красноватых слоёв. Лучше всего брать бересту со стволов берёзы диаметром не менее 20 см. Берестовый дёгот считается более чистым, чем из древесины берёзы. В его состав входит битулин – белое смолистое вещество, заполняющее полости клеток пробковой ткани на стволах берёзы и придающий ей белую окраску. Битулин составляет от 10 до 40% берёзовой коры в зависимости от вида, возраста, места и условий произрастания берёзы. Он обладает действием, гепатопротекторным действием. Это действие способствует восстановлению и поддержанию основных функций печени, защите клеток печени, гепатоцитов от вредных факторов. Поняли, что такое гепатопротекторное, желчегонное, антилитогенное. Антилитогенное – значит, камни не образуются. Там, допустим, в жёлчном пузыре, в мочевом пузыре, в почках. Антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое. Гипохолестеринемическое. Противовирусное. Иммуномодуляторное. Гиполипидермическое. Антигипоксантное. Гастропротекторное. Нейропротекторное. Антисептическое. Антимутагенное. Это очень важно. Фенолы. Органические соединения ароматического ряда. Медицины фенолы и их производные используют в качестве антимикробных фенол. Противовоспалительных. Солол. Оссорсол. Спазмолитических. Адреналин. Папавирин. Жаропонижающих. Аспирин. Салициловая кислота. Слабительных. Фенолфталиин. Вяжущих. Танины и иных. Теребен. Смесь терпенов. Терпены. Основной компонент смол и бальзамов. Так скипидар. Скипидар получает из живит. Название терпены происходит от латинского скипидар. Ваяков. Органические вещества класса фенолов. С сильным своеобразным запахом. Является главной с основной частью. Криозота. Обладает бактерицидным действием. Используется как отхаркивающее. Бактерицидное средство. При хронических воспалениях дыхательных путей. Бронхите. Туберкулезы легких. Криозол. Сильно дезинфицирующее средство. Кризол. Неочищенная карболовая кислота. Дезинфекционное средство. Ксилинол. Бактерицидное вещество. Антиоксидант. Вот что написано. Это все мы привели такие современные научные знания. Что там содержится. Что и как действует. А вот что написано в древнем лечебнике. О приеме дегтя внутрь. То есть не то, что деготь мы сейчас будем применять. Да его применяли там до нас. Столетия. Тысячелетия. Простолюдиный избавляется от брюшной водянки опухоли. Натирая живот дегтем. Детям дает чистый березовый деготь с молоком. Как для предохранения от оспы. Так и при самой худой оспе. По столько капель. Сколько они имеют лет от роду. Видите. От оспы. Взрослые принимают от плоской глисты. И при злокачественных лихорадках. Всякое утро. По ложке дегтя с молоком. Знаете. Я ложку дегтя выпил без молока. Ощущения непередаваемые. Деготь смешанный с медом в равных частях по весу. Самое лучшее лекарство. В болезнях грудных и легких. Принимают по ложке смеси утром натощак и вечером. Кстати я дел. Применял. Ну так как у меня вроде как ничего такого не было. Я особо не прочувствовал вот это его действие. Но тем не менее я его применял довольно таки долго. При приеме внутрь березовый деготь разводят в воде или молоке. В 50 мл теплого молока помещают 1 каплю дегтя. Тщательно перемешивают и выпивают утром натощак. Ежедневно увеличивая количество дегтя на 1 каплю. Доходит до 14 капель. При необходимости количество молока можно также увеличить в 2 раза. Курс приема 2 недели. Для очищения организма перед сном. На маленький кусочек хлеба накапать 5 капель берестового дегтя. Быстро прожевать и проглотить. На следующий день повторить 6 каплями. Так увеличивать по 1 капле до 10. Далее принимать эти 10 капель 2 недели. Затем начинать уменьшать по капле в день и дойти до 5. Этот курс занимает 24 дня. Вот как раз отличный курс для того чтобы мы прошли. Вот мы применяем противопаразитарку, тройчатку. А можно вот такой курс пройти. Это будет очень интересно. Кстати я попробую. Как и что это делать. Уже на половине этого курса можно почувствовать массу всевозможных улучшений. Особенно это касается кожи. Кожа лица станет чище. А всего тела нежнее. Пройдет излишняя потливость. Подобный курс лучше проводить 2 раза в год. Весной и осенью. У нас сегодня что? На дворе весна. При обильном выпадении волос рекомендуют маску на основе натурального дегтя. Ее делают так. Берут 100 мл сметаны. Несколько капель витамина А. Если нет витамина А. Я бы посоветовал лучше допустим столовую ложку морковного сока. Столовую ложку дегтя. Все компоненты тщательно смешивают и втирают в голову перед планируемым мытьем. Маску держит 2-4 часа. После чего смывает. Сразу предупреждаю. Такая маска смывается тяжело. Понадобится много шампуня. Но и польза от нее велика. Она обладает обеззараживающими, подсушивающими свойствами. Помогает нормализовать работу сальных желез. А нормальная работа сальных желез. Это хорошее профилактическое средство от прыщей. От прыщей на лице. Для приготовления этой маски берем 3 чайные ложки меда и по одной дегтя и оливкового масла. Все тщательно смешиваем и наносим на лицо, кроме кожи вокруг глаз. Держим полчаса. После чего тщательно смываем чистой теплой водой и смазываем кожу лица детским кремом. Этот рецепт используют один, максимум два раза в неделю. Чаще не рекомендуется. От внутренних паразитов. Рекомендуют внутреннее применение. Одну каплю дегтя. Добавляют столовую ложку яблочного сока или молока, что больше вам нравится. Выпивают за 20 минут до приема пищи. Со второго дня по седьмого количества дегтя постепенно увеличивают по одной капле в день. Так в течение 30 дней. Максимальная дозировка составляет 30 капель. Далее сделать уменьшение по одной капле в день. На этом курс закончен. Этот метод считается более предпочтителен, так как аптечные препараты от глисту имеют слишком большой список побочных эффектов и противопоказаний. Лечение геморроя. Геморрой это болезненное расширение прямокишечных вен, которые в виде узлов, так называемых шишек, выпадают из просвета ануса. В результате чего возникают разного рода осложнения. Если такая шишка лопается, то возникает кровотечение, воспалительный процесс, отечность и весьма острые болезненные ощущения. Если же к этому присоединяется бактериальная инфекция, то последствия могут быть еще хуже. Для устранения столь серьезной проблемы применяют сидячие ванночки на основе дегтя. Особенно показаны они при наличии кровотечения в теплую воду, добавляют берестяного дегтя и размешивают столовую ложку на 2 литра воды. В этой воде делается сидячая ванночка, прогревающая анус. И вот смотрите, если вы вот так вот полечили геморрой, у вас все, как бы сказать, зажило, все нормально, а через какое-то время он появился опять, вы променили этот метод снова, опять вам помогло, а потом через некоторое время опять, опять и опять, это говорит о том, что у вас имеется внутренняя причина геморроя. И не надо вот это внешне что-то делать, а надо искать ее. В основном это связано с тем, что у нас портальная гипертония, гипертензия, так сказать. Вот когда мы прочистим печень, нормализуем ее работу, за счет чего отток крови венозной через печень восстанавливается, то и геморрой проходит сам, собой, без всяких ванночек. Я как геморройщик со стажем ответственно вам заявляю. Было у меня это все, свечи и то и все, но не было устранения внутренних проблем, которые возникли после операции аппендицита. Как только я устранил их, все стало нормально с анусом. Дегтярное мыло, оно хорошо подсушивает кожу, его рекомендуют применять при жирной коже во время умывания. Это мыло можно как приобрести в аптеке, так и приготовить в домашних условиях. Для этого надо растопить на водяной бане измельченный брусок детского мыла и смешать его со столовой ложкой дегтя. Вариант. Берут обычное мыло и чистый березовый деготь. Пропорции один к одному. Тщательно смешивают и засушивают в виде шариковым употреблением. Мыло настружить ножом, развести в теплом вине, чтобы получилась смазь. Намазать больное место и замотать ветошью. Это мыло полезно прикладывать к сведенной в крюк ноге или руке. То есть, если вот так у нас что-то получилось. При псориазе хороший результат в борьбе с псориазными бляшками на коже дает средство на основе дегтя. Мыло, шампунь и мази. Шампунь с березовым дегтем применяется в случае поражения псориазом кожи волосистой части головы. Мылом обрабатывают пораженные участки кожи, что позволяет ее очистить, произвести обеззараживающее действие и стимулировать восстановительные процессы. Лекарственные мази снимают воспалительный процесс и помогают ускорить заживление пораженной кожи. В домашних условиях для приготовления мази дегтя рекомендуется развести 2% борной кислотой. Мазь от псориаза. Березовый дегтя одна часть. Рыбий жир одна часть. Сливочное масло одна часть. Медный купорос 0,5 части. Кто-то спрашивал, а как вы относитесь к медному купоросу? Я о нем слышать слышал, но вот как раз и применение его. Все перемешивают до получения вязкой смеси, то есть мази. Для лучшего соединения компонентов. Мазь кипятится на малом огне в течение 5 минут. Хранится в холодном и темном месте. Наносить на пораженные места раз в день. Вариант. Березовое дегтя три части. Меда две части. Рыбьего жира одна часть. Порошка из травы чистотела две части. Порошка из листьев рецкого ореха одна часть. Порошка из листьев ежевики одна часть. Важно, берем не объем, а весовую часть. Например, одна весовая часть равна 1 грамму. Значит, дегтя три грамма, меда два грамма, рыбьего жира один грамм и так далее. Порошки трав тщательно смешать с теплым медом. Потом добавить рыбий жир, затем дегать. Настоять 3-4 дня, периодически помешивая. Способ применения. Смазывать пораженные псориазом участки кожи. Вариант. 100 граммов березового дегтя, 20 граммов меда, 40 граммов кастрового масла, 40 граммов золы стеблей шиповника. Смешать с яичным белком от двух куриных яиц. Важно тщательно перемешать, чтобы компоненты соединились. Настоять в темном месте 3-4 дня, периодически помешивая. Способ применения. Смазывать пораженные псориазом участки кожи. Я так понимаю, этот рецепт в тех случаях применяют, когда псориаз сильно выражен. Там уже целые раны образовались. Поэтому их как-то надо затянуть, как-то их надо уменьшить. Из-за чего и применяют белок яйца. Вариант смешать в равных весовых частях березовый деготь и 50% спиртовые настойки плодов сафоры японской или крымской и березовых почек. Настоять в темном месте неделю, периодически помешивая. Способ применения. Смазывать пораженные псориазом участки кожи. Данная мазь устраняет зуд и прекрасно очищает кожу. Вариант березовый деготь 100 грамм, медицинскую серу 2 грамма, измельченные в пудру, траву, чистотела 20 грамм, залу от стеблей шиповника 60 граммов. Тщательно смешать компоненты и настоять в темном месте, неделю периодически помешивая. Способ применения. Смазывать пораженные псориазом участки кожи. Вариант 100 грамм березового деготя, 40 грамм рыбьего жира, 15 граммов порошка медицинской серы. Тщательно смешать компоненты. Настоять в темном месте неделю, периодически помешивая. Способ применения. Смазывать пораженные псориазом участки кожи. Дегтярные ванны при псориазе. 100 грамм дегтя, 75 грамм мыльного спирта и 75 грамм воды. Все компоненты смешиваются в стеклянной емкости энергичным встряхиванием. Выливая тонкой струей в ванну с теплой водой около 30-32 градусов Цельсия. На пораженные псориазом участки кожи можно нанести деготь. Садятся в ванну на 15-30 минут. После деготь смывается мылом. Дегтярные ванны рекомендуют при инфильтративных формах псориаза в стационарной и регрессивной стадиях. Если очаги псориаза расположены на ладонно-подошвенной поверхности, то можно делать местные процедуры. Указанная смесь выливается в тазик с водой. Температура воды максимально высокая, какую может выдержать больной. Длительность процедуры не менее 15 минут. По окончанию процедуры очаги ладонно-подошвенного псориаза не вытирают, а дают высохнуть. Считается эффективным средством именно при этом в виде поражения. Масса от экземы смешивает 30 граммов порошка медицинской серы, 70 граммов порошка из цветочных корзинок календулы, 40 миллилитров рыбьего жира и 40 миллилитров 20% спиртовой настойки прополиса. Смесь настоят в темном месте при комнатной температуре 4 дня, периодически встряхивая. После этого полученную смесь перемешивают с 120 граммами березового дегтя, настаивают в темном месте 2 недели, периодически встряхивая содержимое. Способ применения. Смазывать мазью пораженной экземой участки кожи. Вариант. 20 граммов измельченные в пудру, то есть сухой травы чистотела, тщательно смешать со 100 граммами березового дегтя. Отдельно смешать измельченные в кашицу 80 грамм свежей мякоти плодов шиповника и 20 граммов меда. Теперь соединить обе мази и тщательно перемешать. Настоять в темном месте при комнатной температуре неделю, периодически перемешивая. Способ применения. Накладывать на пораженные экземы участки кожи противопоказано тем, у кого мед вызывает аллергию. Вариант. 50 грамм алоэ, 50 грамм порошка семян дурмана, 20 грамм порошка корней щавеля кунского, 30 грамм истолченных почек тополя черного, 30 грамм рыбьего жира тщательно перемешать, настоять в темном месте 3-4 дня, периодически помешивая. После этого добавить 100 грамм березового дегтя и еще настоять 3-4 дня, периодически помешивая. Помешивая. Не забывайте помешивать. Способ применения. Смазывать кожу пораженную экземой. Вариант. 30 грамм порошка травы чистотела, 20 грамм порошка листьев крапивы двухдомной, 40 грамм порошка медицинской серы. Смешать с 30 граммами рыбьего жира, настоять 2 часа. После этого влить 40 грамм растопленного на водяной бане пчелиного меда и настоять 3 часа, периодически помешивая. Добавить 60 грамм березового дегтя, перемешать и настоять в темном месте 2 недели, периодически помешивая. Способ применения. Смазывать кожу пораженную экземой. Вариант. 40 грамм рыбьего жира смешать с 80 граммами 30% спиртовой настойки пропулиса и 20 граммами золы ветвей шиповника. Шиповник что-то идет вовсю. Настоять в темном прохладном месте 3-4 дня, периодически помешивая. Влить 40 грамм сока алоэ, перемешать и настоять неделю. После этого смешать со 100 граммами березового дегтя и настоять в темном прохладном месте 21 день, периодически встряхивая содержимое. Способ применения. Смазывать кожу пораженную экземой. Эта масса хорошо устраняет кожный зуд. Масса примокнущая экземы. Березовый деготь 100 грамм. Сливки, столовая ложка, свежее куриное яйцо, штука. Все тщательно смешать. Способ применения. Ежедневно накладывать на больные места. Делать до полного исчезновения экзематозных поражений кожи. Считается эффективной мазью. Вариант. Смешать в равных частях по весу березовый деготь, порошок из корней щавеля конского, плотно закупорить и настоять неделю, периодически взбалтывая. Способ применения. Смазывать кожу. Колен пораженной экземой. От проказы. Смешать порошок голубиного помета с ячменной мукой в соотношении 1 к 1 по весу. Добавить немного березового дегтя и все растереть до однородной массы. Способ применения. Мазь смешать с мукой из семян льна. Проложить к узлам проказы и забинтовать. Обычно через 3 дня узлы рассосутся. Еще раз сделать такой компресс. Считается очень эффективным целебным средством. От атеросклероза. Чайную ложку дегтя размешать в стакане молока. Принимать по одному стакану трижды в день за час до еды. Курс 1-1,5 месяца. В год проводят 4 курса с перерывом в 1 месяц. Дегтярные пилюли берут чистый березовый деготь и смешивают с истолченым порошок корнем девесила, порошком можжевельных ягод. Все в равных частях. В итоге должно получиться тесто, из которого лепят пилюли. Каждая пилюля размером с горошину. Принимать пилюли утром и вечером от 10 до 30 штук. От цинготной болезни и от ран на теле. Полезны они и от нечистых сыпей, ломоты, гнойного кашля, от чесотки, проказы, оспы. Безболезненно вырвать зуб. Порошок семян крапивы двудомной смешать один к одному по объему с березовым дегтем. Смесь положить на больной зуб. Как занемеет, можно рвать. При долго не заживающих ранах порошок из сожженного корня горчичника лекарственного смешайте с березовым дегтем и сливочным маслом. Компоненты брать в равных частях по объему. Способ применения. Смазывать не заживающие язвы. Старое русское средство для лечения ревматизма. После любых горящих процедур, когда поры кожи открыты, смазывать тело чистым березовым дегтем. Минут через 15-20 смывать. Я думаю, здесь лучше всего смазывать не всю кожу, а именно те места, где имеется ревматизм. В основном, я думаю, это суставы. Ящур. Народная ветеринария ящур лечит периодическими смазываниями языка животного березовым дегтем. Видите, как своеобразная такая профилактика. Вред и противопоказания к лечению березовым дегтем. Березовый дегтем является активным и богатым на ингредиенты веществ. Его применение может спровоцировать аллергическую реакцию. Предварительно следует проверить на переносимость его организма. Вероятность жжения после нанесения дегтя на кожу очень высока. Да, деготь это пережженная субстанция, в которой очень много энергетики огня, поэтому она и должна сжечь вообще-то. Но тут стоит отличать нормальную кожную реакцию от болезненной. Так, если ощущения усиливаются по своей интенсивности и не проходят более четверти часа, деготь нужно смыть водой. При употреблении внутрь следует проявлять особую осторожность. Прием дегтя в больших количествах может оказать токсическое действие на почке. При передозировке возникает тошнота, головокружение, понос и судороги. Моча при этом, как при отравлении фенолом и другими подобными веществами, окрашивается в темный цвет. При отравлении дегтя необходимо промыть желудок, вызвать рвоту. Затем ввести внутрь в водном растворе сжженную магнезию или глауберовую соль. К числу противопоказаний можно отнести индивидуальную непереносимость, беременность и период подготовки к ней. Грудное кормление, детский возраст, почечная слабость. Не рекомендуют использовать средства на основе дегтя при обострении хронических кожных заболеваний. Не применяют для обеззараживания помещений, предназначенных для хранения и переработки мяса и молока. Березовый деготь также используется в качестве основы для приготовления лечебного масла. Березовое масло применяют в качестве наружного средства для лечения кожных заболеваний, язв и сыпи. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Продолжение следует...